Вот. Ну, как бы идея заключается в том, что понимается это всё, когда держишь дистанцию, нет постели, нет слишком близких отношений, тогда человека лучше видно. Надо изучать его, узнавать его друзей, как он себя ведёт там, ну, то есть изучать человека. И общаться с ним, просто общаться, через звук, через общение можно понять человека. А возможно это на расстоянии? Маловероятно. На расстоянии нет. Вот сейчас знакомиться по интернету, это знакомство имеет очень слабый результат. У нас есть фестиваль «Благость» такой на Чёрном море. Люди приезжают, часто они там знакомятся до фестиваля, приезжают на фестиваль, и чаще всего они не остаются вместе, потому что люди любят о себе создать какой-то образ, который не является реальностью. Они из себя что-то выдумывают, мыльный пузырь какой-то из себя делают, и этот мыльный пузырь кому-то понравился, допустим. Но когда человек видит Личность, он не принимает его в свою жизнь. Поэтому дистанционное знакомство, оно очень слабо даёт слабый результат. Даже нужно всё равно приезжать и общаться вместе, общаться, встречаться. Оттепление, силы, средства и встретиться просто, пообщаться. Добрый вечер. У меня есть дочь, она замужем, и в среде отношения не валятся. В моих взглядах она не разделяет. Подскажите, как вы мне ей поможете? Нам надо себе помочь сначала. Потому что есть стадии развития отношений с дочерью. Если человек давит на ребёнка, ну как бы… Вы понимаете, это тоже тема лекции, то есть такое понятие, как привязанность. Когда ты хочешь счастье от кого-то испытывать, а он тебе не даёт этого счастья, то тогда ты начинаешь требовать от него это счастье, и человек замыкается. У вас с дочерью такие отношения? У вас есть определённые взгляды, желания по отношению к ней, которые заставляют её сильно напрягаться. И даже разговаривать с вами тяжело, не то, что там принимать вашу позицию в жизни. И так как вы неправильно настроены по отношению к ней, у вас обида к ней, вы сейчас на неё обижены. По этой причине она не может вести себя правильно с близким человеком, потому что знание это должно переходить от матери к дочери, а знание не переходит, потому что вы неправильно себя ведёте по отношению к ней. То есть первое, что нужно сделать, нужно развить в сердце правильное отношение. Мы об этом на лекции будем говорить. То есть нужно настроиться, это, понимаете, это не в беседе происходит, это в молитве происходит, в вашей жизни, внутренней жизни. Вы должны перенастроить своё восприятие вашей дочери, поменять её восприятие, и потом постепенно, со временем, да, у вас в сердце будет чистое отношение к ней, правильное, она расслабится и начнёт вас слушать, но вы не должны навязчиво, очень жёстко на неё давить свои мнения. Потому что понимание вещей меняется с помощью Знания. Ну, допустим, девушка меня спросила, надо расписываться или нет. Это однозначно был вопрос, означал давление на близкого человека. И это неправильный подход к жизни в целом, в принципе, неправильный. Потому что это всегда разрушает правильное понимание вещей. Когда мы давим правильным мнением на кого-то, это разрушает жизнь. Я точно здесь не буду этим заниматься. Буду вам рассказывать, как надо жить, и вы сами что-то примете, что-то нет. Человек постепенно развивается в своей жизни. Он не может всё сразу принять, ему нужно время. Вам надо сейчас перестать её беспокоить, вашу дочь. Мучить просто внутренне в сердце отношения устанавливать. Когда она начнёт вас слышать, тогда вы сможете как-то влиять на вашу дочь на её жизнь. Сейчас, вот, между вами дистанция, она боится вас, вы на неё обижите. Какие отношения у вас. Услышали? А? Добрый день. Где? Где Добрый день? Я могу назад. Можно назад? Можно назад? Мне кажется, у меня сейчас немножко сложный период в жизни. На работе? У вас сложный период в жизни сейчас, да. У вас плохое влияние, но судьба как бы у вас сейчас тяжёлая. Это факт. И в личной жизни, и на работе, даже со здоровьем. У вас спазмы сосудов мозга, позвоночник, мне кажется, болит. То есть у вас тяжёлый период в жизни сейчас. Тяжёлый период в жизни возникает по той причине, что человек должен развиваться. Поэтому они запланированы в нашей жизни. Все эти периоды являются следствием самой жизни. То есть приходит время, наступает тяжёлый период. Вот этот тяжёлый период, в котором вы сейчас живёте, он начался где-то полгода назад и закончится через месяцев 7-8 этапов. Ну, недолго, недолго тяжёлый период. Медоположения лучше пока не уметь, да? Ни в коем случае в тяжёлый период ничего не надо менять. Он предназначен для молитвы, для работы над собой. То есть меньше надо внешней деятельности, больше внутренней. Тяжёлый период преодолевается внутренней деятельностью, а не внешней. На работе надружка возрастает? Да. Не сложнее тренироваться? Вот это сколько больше всего? Надо терпеть. Надо терпеть. Отношение? Отношение ничего не будет. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотел задать вопрос. То есть, влияет ли срок знакомства на продолжительность, грубо говоря, до дружеского до женины? Подзнакомились, срок отношений к женину имеет значение? Ну, какой-то имеет. Какой-то имеет. У всех по-разному. Но в среднем надо, конечно, просто пообщаться хотя бы полгодика. Лучше. Есть люди, которым быстрее хочется жениться сразу, и потом они только узнают человека и начинают мучиться. А есть люди, которые годами не женятся, потому что они чувствуют, что будет трудно, а расставаться тоже не хотят. И это тоже неправильно. То есть, неправильно и тянуть резинку. Всё равно будет трудно по-любому. Так устроен этот мир, что когда ты женишься, всем будет трудно. Такого нет, чтобы кому-то было не трудно. Просто в принципе, потому что так устроен психик человек. Вот это будем говорить. Но у вас, скорее всего, такая ситуация, что вам быстрее надо, да? Нет. А? Мы уже три года в браке. Ну? И полгода прошло примерно до бракосочетания. Как и сказали. Ну, нормально. Ну, нормально. А почему вы спрашиваете об этом тогда? Нет. Потому что на ваших лекциях первые, но в ваших лекциях... Вот смотрите, допустим, если я скажу так, как вы почувствуете не так, вот он, ну всё, зачем вообще мы поженились, всё было не так, ну и пойдёте разводиться. Представляете, какой ответ, как вопрос коварный? Вопрос о прошлом. О прошлом не надо думать. Уже было всё, что было, то было. Чего об этом думать? Всё хорошо было в прошлом. Раз вы вместе уже живёте, женились, живёте три года, уже всё хорошо с нами. В этот вечер, Анатель, скажите, пожалуйста, у меня сложные отношения с дочерью. Что я не так делаю? Всё не так делаете. Первое, что вы не так делаете, вы категоричный человек очень. У вас есть, понимаете, есть три типа людей. Есть люди безразличные к детям, есть люди, которые идеи ставят выше человека, а есть люди человечные. Вы ставите идеи, принципы выше человека. Ну то есть вы считаете, что вот только так и никак иначе. В этом трудность. Это означает нехватка любви в сердце. Вот представьте, если сейчас я буду так же вести себя с вами, очень жёсткий стиль как бы выберу с вами, то вам это не понравится. Я специально сказал сразу не так, как надо, чтобы вы немножко так почувствовали себя не в своей тарелке. Видите, первый ответ мой был вам неприятен, потому что это и есть то, что вы делаете. Понимаете, то есть вы как бы ведёте себя жестковато с ней, категорично. Понимаете, человек по факту живёт как может, любой человек, хоть ребёнок, хоть взрослый. И надо сначала принять человека вместе с его жизнью, а потом помогать ему менять свою жизнь. Вы же не принимаете дочь с её жизнью. Понимаете, вы по природе сильный человек, у вас много работоспособность большая, как бы много энергии, она слабый человек по природе. Вы не можете этого понять. Вы не понимаете, что у неё мало сил, мало энергии, очень чувствительность высокая, не как у вас. Она реагирует на каждый взгляд, слово неправильно, ей очень трудно как бы рядом с вами жить, она страдает. Поэтому она замыкается, но если вы будете понежнее с ней себя вести, она сразу потихонечку начнёт открываться. Мужчина, да? Ветерпел наказь своего близкого человека. Можно? Вопрос. Тяжёлое отношение, больше, чем ты лет уже в отношении, в ПГЖ по одному разводу, и сейчас супруга настаивает, да, на ребенке. У меня внутреннее ощущение, что как бы почему-то у меня нет такой уверенности. Чем должен руководствоваться мужчина, при планировании ребенка? Наверное, какой вопрос? Вам не хватает милости от старших, и знаний не хватает. Я надеюсь, что... Я услышал вашу задачу, то есть поставлю задачу, я надеюсь, что к концу третьего дня у вас появится уверенность. Потому что ей надо сейчас начинать ребенка, через полгода ей будет уже тяжеловато, и потом в два года будет плохой период. Женщина всегда чувствует, когда ей надо начинать ребенка. Она чувствует это. И не важно, какое хорошее сейчас время для этого, плохое, потому что через полгода вообще ей будет трудно это сделать. И даже если она начнёт вынашивать, ей будет трудно вынашивать. То есть у них будет тяжелый период, который будет длиться два года. А потом, через два года, ей надо будет уже второго по судьбе начинать, а не первого. Ну, то есть это мужчина не может планировать, это женский организм планировать. Иногда мужчина так пережимает женщину, а потом она вообще не может начать, бесплодие наступает. Поэтому как бы здесь, вы понимаете, то, что вам тяжело вместе, потому что вы одинаковые, грубо, настойчивые, очень категоричные, как бы требовательные. Каждый на своем стоит. Вы сражаетесь, каждый за свое в жизни. Друг друга коцаете, да. Вот. Это нормально. Это называется нашли друг друга. Нашли друг друга. И первое время сейчас, период такой, период будет сначала притирания, и потом счастье, когда вы примете друг друга, счастье наступит отношения. Сейчас сначала яд идет, потом нектар. Так всегда должны строиться отношения. Вы притираетесь, понимаете, пытаетесь принимать друг друга. Вам надо и понять, что на женщину она будет капризничать всегда, вы должны терпеть это. Вам надо понять, что надо соглашаться с тем, что он говорит. Допустим, если вы хотите, чтобы он зачал ребенка с вами, тогда надо говорить, да, мы не готовы. И грустить. Он посмотрит на вас, скажет, ну, ладно, не готовы, но тебе грустно, давай тогда будем начинать, что делать. Мужчина очень щедрый, когда женщина готова принять его мнение, он становится щедрым очень. Видите, вам легче сейчас стало. Я за нее это сказал, да? Вам уже полегче. можно вопрос? Да. Ну, два года назад я решила, скажем, у нас соседи, умерла жена, остался мальчик, он был тогда три с половиной года, через два года я с детям, она в тысячном детстве, я с детям, сдохнула, и я решила... А он что, один там жил, что ли, в доме? Он схватил жену, я этого человека не знала, но я встретила друг друга, и, ну, бывает, это, и меня потащило туда, в этот класс, короче, я сейчас я замужем для этого человека. Ну, классно. По сути, мальчик, в общем, страдал из-за того, что мама не жила, вот, ну, родственники ее, его мальчики, пытаются, как бы, сохранить память, но они его таскают, например, на кладбище, он после этого, в его истерике, получается, да? Ну, неправильное решение. Молодец. Но я не знаю, как правильно для всех это донести, чтобы человека маленького оборотить от этого. Объясняю. А вот это ваша проблемность. Как это наладить, чтобы и человека... Вам надо наладить свою голову сначала. Первое, что произошло в вашей голове неправильно, это то, что вы сказали, что вас туда затащило. То есть вы не приняли эту семью, вы не живете в ней по факту сейчас. Вы просто, ну, как бы, говорите, что мне не повезло, вот так у меня получилось. Понимаете? То есть, во-первых, вы, вы понимаете, вы сначала договоритесь со своим сердцем, со мной не надо, я его и так вижу. Вы не приняли эту жизнь, не приняли вот эту жизнь, которой вы сейчас живете. Когда вы примите эту жизнь, первое, что вы примите, вы примите эту жизнь, потом примите сначала своего мужа, вы его тоже до конца не приняли. Вот, потом примите его ребенка, а потом примите его родственников. Как только вы его родственников примите, они перестанут ребенка таскать туда и к вам будут таскать. он с вами не живет пока и вы с ним не живете вы чужие люди а я вам сказал что надо принять свою судьбу вы считаете что это то что произошло это случайно но это не случайно ну ребенка от своего рода не да он вам близкий а все остальные далекие вам надо понять что бог людей соединяет вы думаете но вы не приняли ну вот послушайте меня посмотрите то есть немножко произошло все искусственно потому что он еще не отошел от тех отношений как бы он там переживает страдает у нее сердце занято той женщины да а вы не можете ему сердце войти потому что у него сердце занято той женщины а жалость не является основой для любви мы тяжелость это не то чувство которое нужно культивировать для того чтобы отношения строить а вам надо его ну его сердце разжечь радостью любовью радостью помолиться за него то есть сердце радостью разжечь он успокоиться очистить свои отношения с той женщиной я буду говорить на лекции об этом для вас специально когда придет время я расскажу как сделать так чтобы он здесь на лекции не скажите ему что надо именно лекцию ну пусть послушает эту лекцию которая прочитаю специально для вас и расскажу как сердце очистить чтобы светлая память осталась от человека которым раньше был и тогда он примет вас уже он сейчас вам по-доброму относится но у него печаль еще внутри вот как когда все решится тогда и все нормально будет у нас уже 8 минут седьмого должен начать лекцию мы немножко пообщались для того чтобы быть ближе познакомились потому что если я скажу ли геннадий вич тарсунов кандидат медицинских наук вот этого ничего не поменяется вашей жизни и вы не сможете понять меня как человек а если вы поговорили то уже как-то лекция завтра у нас будет полчаса до лекции то есть я полчаса приеду и мы будем с вами вопрос на ответ и сейчас кому надо вот так люди спрашивают потом отвечают вот такая а шестнадцать пол четвертого значит пол что завтра в четыре лекция начинается пол четвертого я приезжаю ответ на вопросы идут то есть мы с вами будем раньше чуть встречать потому что все равно арендуется за аппарат шишки люди приходили так не читаю лекцию уже больше двадцати лет и барнауле я здесь тоже был правда давно последний раз я приезжал к вам шесть лет назад где-то да кто из вас застал хорошо а до этого я еще приезжал и я раньше читал лекции по два месяца в одном городе находился и читал больше 30 лет а кто из вас был вот на таком двухмесячном заезде два человека вы же мы неразлучные друзья с вами получается спасибо вам большое это было давно это было уже больше 15 лет назад итак свои свои лекции я основываю на древних священных писаниях них очень ясно и четко все разложено поэтому очень легко ориентироваться в результате очень легко можно разобрать любую ситуацию в жизни кроме того также древних писаний я беру за основу стиле подачи то есть древней культуре вообще люди не читали словами знание передавалось на росте пение потому что ну знание она может приниматься только с любовью если любви нет познание не ходит сердце для того чтобы менять свою жизнь знание должно глубоко очень найти если она не входит глубоко значит когда нет смысла то есть академическая подача материала не работает с точки зрения измен изменения жизни человека моя цель в этом заключается чтобы вы были счастливы поэтому подача вот такая будет я иногда буду песни разных включать не будем их обсуждать я вам буду рассказывать с позиции древнего знания все как устроен человек там и так далее это объясняет ведать это древнее священное писание которое более 5000 лет назад объясняет что психика человека имеет свое строение что-то не просто комбинация нервных импульсов и что от нервных импульсов зависит какая будет психика это объясняет что нервные импульсы сами находятся в зависимости от психических функций другими словами психические функции питают силой нервной системе и только нервную систему а все тело и поэтому если у человека счастья хватает жизни у них хватает и здоровья здоровье означает работа организма другими словами тонкое или психическое тело является основой для жизни человека также компьютер имеет программное обеспечение без него невозможно работать само по себе вот этот вот все микросхемы они не могут ожить без программ точно также человек имеет такие же тонкие программы ну то есть тон тонкое обеспечение нашей жизни это называется тонкое строение человека или психические функции на санскрите на древнем языке тонкое психическое тело называется манас или ум по-русски сказать но мы как бы думаем что ум это то чем мы думаем на самом деле ум или манас это целая структура большая в которой есть психические каналы разных типов есть чувство то есть чувство это не глаза они уши это тонкая такое тонкий инструмент для познания мира но мы побольше чуть-чуть будем об этом тоже говорить это объясняет что есть три психические структуры в которых мы живем самое первое главное это ум который является каркасом нашей психики днем все происходит он контролирует здоровье человека дает всем органам и системе жизнь регулирует их деятельность то есть это тонкая психическая структура которая с одной стороны питает жизнью весь организм а с другой стороны думает мы думаем ум имеет эмоции настроение находится внутри ума настроение также мы смотрим на ощущаем этот мир пятью чувствами которые исходят из ума и словами ум это то через что мы смотрим на этот мир глазами ума мы смотрим своего на этот мир есть разум вторая психическая структура на санскрит называется будх переводится разум на русский язык видите в русском языке уже все эти слова есть это означает что древние люди знали об этих структурах сейчас мы уже не знаем хотя говорим разумный человек разумные означает способны контролировать ум то есть ум контролируется с помощью разума и разум имеет определенную задачу так как все вся все тело вся психика человека питается определенной энергии которая на санскрит называется про на но это слово она механическая она не дает понимание что это за энергии гораздо лучше слово на русском языке слово счастье ну то есть счастье это такой вид энергии который питает весь организм человек когда имеет части у него здоровые работа организма у него психика нормально работает у него сон и да и все остальное все функции организма работает нормально если есть часть поэтому все люди стремятся к счастью и счастье невозможно жить и разум ищет части для ума и там где счастье есть это называется целью жизни то есть человек где в счастье почувствовал он начинает очень сильно стремится к этому объекту допустим родился маленький ребенок мы чувствуем от него исходит части и мы начинаем устремляться в своем разуме живем для этого ребенка и человек живет или части начинаем жить для ребенка жена говорит всю на у нас мы все закругляемся обо всем мы живем для ребенка все для ребенка потому что от него исходит часть все ребенка как бы целуют попу радуются потому что от него исход части но от бабушки старой бабушки счастье не исходит ее потом попу никто не целует вот видите все зависит от возраста даже ну то есть как бы другими словами цель жизни определяет деятельность направления жизни человека и разум всегда стремится к тому где счастье кто-то испытывать счастье от денег кто-то положение в обществе кто-то от детей кто-то верить бога и от бога испытывать часть когда человек стремится к счастью это называется ли устремленность или решимость само само движение к счастью наполнено энтузиазмом что значит на связано познать человек чувствует что жизнь меняется к лучшему нравится также сила воли означает способность заставить себя двигаться вперед это все функции разума пусть у ума нет ни силы воли не целеустремленности нерешимости не энтузиазма он просто думает печальница радуется у него есть эмоции и он наполнен жизнью разум имеет три психических центров регулирующих нашу жизнь потому что есть три основные энергии психические которым человек стремится первая сила который мы стремимся называется знание нам нужно знать как жить и знания счастья не бывает свой должен понять что делать а потом получает часть от этого допустим встретилась с человеками думаешь надо вот за этого человека замуж ухать или нет непонятно нет знания нет части когда уже поняла что надо сразу счастье наступает так знание находится в области лба вот здесь центр разума связано со счастьем сознанием второе человеку нужна любовь мы не можем жить без любви вот здесь в области сердца находится центр разума который связан с любовью вот сюда любовь заходит и отсюда выходит знание заходит сюда отсюда выходит и третий центр разума связаны с самосохранением находится в области папу иногда когда человек испытывает страх него вот здесь в животе внизу живота замыкает многочувствуем это такое ощущение возникает особенно когда человек высоко куда-то залазит на качели на к чертове колесо у него здесь центр разума этот ему говорит ты чё садись прижимайся не двигается это разум так действует у человека ум под влиянием разума сразу приходит подчиняется ему потому что умом знанием наполняет человека это страшно он говорит разум и ум сразу подчиняет да это страшно все понял до этого он говорит я хочу проехаться нравится потом наверху все сижу не двигаюсь и страшно еще третья структура психическая в которой мы живем называется ощущение себя как личности и из него исходит чувство собственного достоинства или недостоинства то есть это ощущение регулирует нашу жизнь мы или чувствуем себя достойным мы считаем что все хорошо в нашей жизни или мы чувствуем себя несчастным и достойным плохо что все плохо то есть это называется аханкар то есть на санскрите звучит аханкар или эгоизм человека чувство собственного достоинства это говорят что всего лишь два направления жизни есть если человек способен с помощью знания с помощью разума начать отвлечься от себя и жить для других людей когда человек встает на путь счастья если человек не способен отвлечься от себя и он живет только ради личных интересов он замыкает на себе энергию счастья на газе другие счастья двигается также как ток в электрический ток если взять замкнуть на себя электрический ток то он сразу погаска и гаснет как компьютер выключить лампочка постепенно перестает гореть кстати лампочка не горит части нету там спасли все счастье появилось и так ведь если выключить раз лампочка гаснет постепенно там замыкается энергия сама на себе батарейка садится в компьютере тоже и все кончилось счастье погас компьютер так и человек который живет для себя он не обменивается энергии счастья ни с кем поэтому он не удовлетворен жизни не хватает части постоянно требует часть от других все время а все люди нуждаются в счастье поэтому если допустим я буду от вас сейчас требовать части а не давать вам то вы уйдете с лекции почему-то потому что вы пришли получать счастье а не отдавать например расскажу вам лекциям нравится на или не нравится извините пошел слез это настроение нужно служить смиренно служить давать знания и тогда счастье будет больше между нами другими словами эти настроения эгоизма они связаны только со знанием когда ребенок рождается он всегда хочет только хватать естественном состоянии человек всегда хочет части себе но со временем в результате знания человек способен начать думать и жить для других это объясняет что вся жизнь человека на самом деле имеет вечную природу они объясняют что человек личность на самом деле это искорка духовная искорка который находится вот здесь в области сердца мы все души то есть она с размерами а там с атом душа маленькая но она не в материальном пространстве находится в духовном нам это трудно понять я даже не буду сейчас объяснять это очень долго вот но слово душа санскрита переводится атма атма то есть атом атма именно от слова душа душа от атма от произошел слово атом потому что древние люди они поняли что атомы в клетках они молекулах там они размерами с душу они душа размерами сатт они раньше знали сколько душа размеры души знали раньше чем размеры и всех строения клеток там и так далее